Приветствую, друзья! Вот Наташа Кузьмина сказала, эту картину можно назвать «Последняя капля», вот он смотрит с таким сожалением, ну такой жизнерадостный. Но вообще-то я называл её подмухой. Дело в том, что оказывается, раньше Пётр первый указ такой давал, чтобы люди приходили в кабак, выпивали, вначале они выпивали, как бы первую бесплатно, но потом, чтобы разорения не было у кабачиков этих, я даже не знаю, как они там назывались, стали выпускать маленькие рюмочки, которые называли мухами, мушками. Поэтому пошло потом такое вот в народе подмухой, ну как под шофе. Ну вот я его нарисовал как бы подмухой. Ну а вы скажите, пожалуйста, друзья, что ему там в рюмке положить? Вишенку может быть? Какая у вас ассоциация? Вот мы же сейчас устраиваем коллективный разум. Кстати говоря, мой друг, у меня когда была рюмка большая, вот такая, он у меня был в гостях, Руслан, он сказал, сделай рюмку меньше, я сделал рюмку меньше, и отодвинь эту рюмку от его лица, я отодвинул. И вот я ночью сделал вот такую, но она мне очень понравилась. Ну а вы, какие у вас соображения? Это первое. Второе я хочу вам сказать. Мы с доктором Баклагиным делали вчера, я скажу, выдающееся видео. Кто не видел, посмотрите на YouTube-канале и в Телеграме. Дело в том, что мы говорили о внутреннем диалоге. Это такая тема глубокая, и мы там нашли некоторые вещи, о которых люди просто не задумывались. Что внутренний диалог, он бывает вредный, когда ты все время вот эту кашу перевариваешь, перевариваешь мешанину. А человек инстинктивно стремится к внутреннему диалогу свободному, по своему желанию, когда он может мечту создавать, когда он освободил свою голову от этой мешанины, вышел на нулевое состояние и как бы на чистом листе создает себе новый мир. И таким управлением, доминантой, вот смотри, опять звонят. Ну ладно, ладно, друзья. Короче говоря, жду от вас. Там комменты на вчерашнем ролике с Баклагиным, с доктором. Кто-то не читал и спрашивали, а как же снимать внутренний диалог? А как раз таки Акбар наш написал как, и этот человек даже не прочитал, поэтому прочитайте, пожалуйста, и комменты под внутренним диалогом. Да, алло. Ну хорошо, давайте, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok